Ликвидировать полностью все фонды. Они здесь не оправдали ничего. Вот правительство заявило о том, что объединение пенсионного фонда и фонда социального страхования произойдет не раньше 2023 года. Потому что это якобы сложный процесс и будет много сложностей. Никаких сложностей здесь нет. От слова совсем. Притом не нужно объединять ужас ежом, чтобы они нормально себя чувствовали. Нужно просто ликвидировать и тот, и другой фонд. И, кстати говоря, фонд обязательного медицинского страхования. Финансировать напрямую. У нас армия напрямую финансируется. И лучшая армия. Везде, где есть фонды, везде плохо. В социальном страховании ужас. В пенсионном фонде ужас. В фонде медицинского страхования ужас. Вы что творите? Ликвидируйте их чертовой матери. Деньги отдайте пенсионерам. Здание детям. И будет все отлично. Вот о чем надо заниматься. И верните еще, кстати, пенсионный возраст. Тот, который должен быть. Но об этом вообще никто сейчас не говорит. А вы говорите об объединении каких-то непонятных структур. Что из двух маленьких сделаем одну огромную. Было 140 аглоедов в одном фонде и примерно столько же в другом. Будет там 300 в одном объединенном фонде. Не так, что ли? Вот мы проголосовали. Точнее, не мы. Я не голосовал. За пенсионную реформу. Я голосовал против. Но говорили о том, что будет повышение пенсионерам пенсии. Ничего не произошло. А вот если ликвидировать пенсионный фонд, то я вас уверяю, эти деньги можно пустить сразу на пенсии. И сразу возрастет пенсия для пенсионеров. Ну, очевидно, абсолютно. Потому что они тратят от 60 миллиардов на свое только содержание. 140 тысяч аглоедов там сидит. Ну, вы представляете, если эти деньги просто взять и отдать непосредственно пенсионерам. А, пожалуйста, у меня мама получала пенсию в Сберкассе. Ну, почему нельзя сегодня пойти в Сбербанк и получить там пенсию, а не в пенсионный фонд? В чем разница? Больше того, если эти деньги отдать на обслуживание Сбербанку, вы представляете, ему даже доплачивать не надо. Он сам будет еще доплачивать вам до пенсии. Потому что это огромные деньги, которые пойдут непосредственно в банковскую сферу. Очевидно, понятно, логично, почему это не делается.